Пока члены киноакадемии спорят, достоин ли Netflix главной кинопремии мира, компания сложа руки не сидит. Сегодня стало известно, что Netflix получил права на экранизацию романа Габриэля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества». Это будет мини-сериал на испанском языке. Его продюсерами выступят сыновья писателя Родриго и Гонсало. Съемки будут проходить в Колумбии, на родине Маркеса. Другие подробности Netflix держит в секрете. Ну а пока давайте посмотрим, как в Париже прошел показ последней коллекции Карла Лагерфельда. В Париже завершилась неделя моды. Показы «Шанель» всегда были самыми долгожданными в финале модного марафона. Но на этот раз гостей было особенно много, как звездных, так и совсем не публичных. Такой ажиотаж понятен. Эта коллекция стала последней, которую Карл Лагерфельд создал для «Шанель». Почтить память модельера приехали его музы и амбассадоры бренда. Актрисы Моника Белучи и Кристин Стюарт, модель Клаудио Шифер и многие другие. Карл был первым дизайнером, пригласившим меня на модный показ. Это случилось около семи лет назад. Он также позвал меня в Россию, где он снимал для календаря Пирелли. Во время моего выступления он делал зарисовки, которые потом мне подарил. Я до сих пор храню их у себя дома. Дефиле вновь устроили в Гранд-Пале, где проходили все последние шоу модного дома. Для показа дворец превратили в альпийскую деревню. После минуты молчания на подиум начали выходить модели. И если появление Кая Гербера и Кары Делевин никого не удивило, то выход Пенелопы Круз, который в прошлом году стал лицом компании, стал главным сюрпризом. В руках актриса держала белую розу, что стало символом памяти дизайнера. Когда я его впервые встретила в 1999 году, я немного нервничала и даже была напугана, потому что со стороны мы видим его как провокатора. Он любил говорить вещи, которые заставляли чувствовать людей некомфортно. Но когда я познакомилась с ним и потом, на протяжении многих лет встречалась с ним, я начала открывать для себя совсем другого Карла. Очень доброго, очень милого, умеющего любить и уважать. Именно поэтому люди его любили. Все образы и цветовая палитра соответствовали классическим канонам Шанель и перекликались с выбранными для показа декорациями. В конце показа модели вышли под песню Heroes Дэвида Боуи. Гости аплодировали стоя. Показ, без преувеличений, стал самым эмоциональным в этом модном сезоне. У другой легенды, на этот раз из мира музыки, Майкла Джексона. После смерти тоже осталась преданная армия фанатов. Но вот только после выхода документального фильма HBO «Покидая Неверленд» количество поклонников музыканта стало уменьшаться. Героями фильма стали Уэйт Робсон и Джеймс Сейвчек. В картине они обвиняют покойного певца в педофилии. Реакция на эту ленту не заставила себя ждать. В Новой Зеландии и Канаде сразу несколько крупнейших радиостанций сняли с эфира все песни Джексона, заявив, что это решение было принято вместе с их слушателями, которые больше не хотят слушать музыку поп-звезды. Напомню, что семья артиста называла создателей фильм «Лжецами» и сейчас судится с каналом HBO. Субтитры создавал DimaTorzok